Валентина Абрамова 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 В зависимости от того, какая возможность у человека есть, он, соответственно, использует те возможности. Были некоторые изменения в сельской ипотеке, к сожалению, они не подтвердились. Буквально неделю тому назад вышло постановление правительства, которое сделало особые льготы для приграничных территорий. И в первоначальном аннотациях звучало, что будут и дальневосточные регионы затронуты. К сожалению, когда пришло разъяснение, когда пришло само постановление, наши регионы в него не попали. Поэтому, так сказать, нас миновала эта радость. Но есть необходимость сказать о том, что в связи с тем, что началась процедура объединения Чагирей и Благовещенска, то есть на этой неделе было заседание Благовещенской городской думы и было принято решение о том, что город одобряет такое соединение. Теперь будет следующая процедура, это выражение мыслей со стороны Благовещенского района. А потом, скорее всего, будет объединение на уровне области. То есть какое-то время это займет, процедуру я, честно говоря, толком не знаю, но думаю, что это несколько месяцев займет. То есть, по крайней мере, сейчас люди еще смогут взять, наверное, по сельской. Сейчас, да, я думаю, что те люди, кто планировал воспользоваться сельской ипотекой именно как раз применительно к Чагирям, надо это сделать, поскольку дальше пока непонятно, будет ли работать там эта ипотека или нет. И если говорить, допустим, о вложениях, о каких-то инвестициях, вот на ваш взгляд, есть ли в Преамуре такая тенденция, что какие-то районы считаются более удобными для инвестирования, и как в дальнейшем эти квартиры выгоднее, где удобнее продавать? Есть такое у вас мнение? Ну, издревле такое существует. Разделение у нас в городе Благовещенске, то есть, как бы сказать, априори считается, что в центре, как бы сказать, людям удобнее. Но, к сожалению, все площадки, ну практически все площадки уже выбраны, и поэтому, если говорить о центральной части города, то это какие-то единичные объекты. Сейчас застраивается активно, ну и будет застраиваться набережная Амура, набережная Зеи. Вот это будут, как бы, интересные районы с точки зрения проживания. И инфраструктуры. И инфраструктуры, потому что, ну, к примеру, на набережной Зеи будет целый квартал застроен, там, по-моему, 12 многоквартирных домов будет построено одной из компаний амурских. Замечательно. Есть ли такая тенденция на сегодняшний день, что какие-то квартиры больше покупают? Допустим, вторичка это или это все-таки первичное жилье? Вообще спрос на вторичное жилье идет? В основном люди ориентируются на первичное жилье, поскольку именно первичный рынок субсидируется государством. И там действуют льготные ставки именно на ипотеку. У нас на сегодняшний день, да и, в принципе, уже, ну, наверное, лет 10, как ипотека, это основной двигатель торговли на рынке недвижимости. С участием ипотеки проходит, ну, больше 70% сделок. И из этих 70%, 90% это именно льготная ипотека. То есть люди, которые могут взять льготную ипотеку, конечно, они берут ее. А она дается только на первичный рынок. Поэтому первичный... Ну, это им удобнее. Ну, государство поддерживает застройщиков, потому что стройка – это двигатель нескольких одновременно сфер деятельности. Там связь, дороги, ну, масса других, так сказать, сопряжений, которые в итоге тянутся за строительством. Ну, и все-таки, я думаю, наверное, пошла такая тенденция, что людям стало проще сделать уже свою квартиру под себя, да, чем переделывать. Потому что, действительно, на вторичном рынке еще осталось много квартир старого формата, старого дизайна, да, и многие не хотят с ним проводиться. Ну, у нас город-то центр в основном застроен панельными домами, старыми. То есть, вроде уже проговаривается вариант, весной начался разговор со стороны, извиняюсь, осенью, со стороны губернатора, что появились планы по реновации, которые будут реализовываться в Благовещенске. Речь о сносе не идет. Ну, я так понимаю, что реновация, это означает снос. Это все-таки снос. Да, то есть, четыре района города потенциально определены под эти возможности. Как это будет действительно стерилизовываться, пока не совсем понятно. Но, если мы говорим о реновации, как это делается в Москве, то, конечно, это глобальные прям планы. Есть ли у вас еще лично какие-то прогнозы, касаемо, может быть, стоимости на жилье, да, в ближайшее время? А чего стоит ждать? Ну, учитывая, что наш регион вырвался в лидеры по сдаче объектов строительства, то есть, я повторюсь, 386 тысяч квадратных метров, это даже в советское время такое количество не сдавалось. Причем, ну, необходимо сказать, что и в России тоже 102 миллиона квадратных метров жилья сдано в прошлом году. Это тоже рекорд, то есть, в современной России таких объемов еще не сдавали. Да, поэтому большинство федеральных средств массовой информации, экспертов, они ожидают снижения стоимости, поскольку превышение спроса, точнее, превышение предложения над спросом, оно давлеет на цену, и, соответственно, цена должна снижаться. Вот, поэтому... Будем надеяться, да. Такие предпосылки есть, такие надежды есть. Как это будет реализовываться, будем смотреть. Спасибо вам большое за информацию. Ну, а мы, дорогие телезрители, напоминаем, что сегодня в центре внимания был Виталий Злочевский. И говорили мы о ситуации на рынке недвижимости при Амуре. Всем хорошего настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok